А если есть костный дефект, какой компонтант, и вам приходится добавлять костный материал в этот дефект, вы добавляете ВИО, вы его в чем смачиваете? А мы вчера разговаривали, зависит от того, что я делаю, если я делаю ПРФ, значит костный клей делаю, если нет, значит либо на периогеле, либо на физрастворе. И у нас с вами осталась последняя тема, это утрата между дно сосочков. Классификация убыли сосочка по тарному. Давайте разберем, насколько она всем понятна и известна. Это контактный пункт. Это цементно-эмалевое соединение аппроксимальной поверхности. Это цементно-эмалевое соединение вестибулярной поверхности. Это три точки, от которых мы будем отсчитывать убыль межзубного сосочка. Нам они нужны только для этого. Вам всем понятно, где находятся эти точки? Отлично. Первый класс убыль сосочка по тарному. Сосочек выше, чем контактный пункт, но не достигает цементно-эмалевого соединения аппроксимальной поверхности. Прогностически восстановить и конструировать такой сосочек, сколько процентов на успех? 91. У вас 100. Смотря кто делает. Ну нет, они не работают. Я ненавижу авторские методики, потому что, знаете, я привыкла, у меня на институте научили, что метод в руках автора у остальных не работает. Но 80-90% результативность, но тарного, во всяком случае, так в описании за классификацией, дает, что здесь максимальный результат будет, потому что вы утрата небольшая и восстановить это достаточно легко. Второй класс – это когда межземной сосочек выше не только контактного пункта, но и цементно-эмалевого соединения аппроксимальной поверхности. В данном случае реконструкция возможна. И мы сегодня с вами увидим, что реконструкция возможна на 100%. Иногда такие сосочки просто приходится оперировать двукратно. Но при определенной работе с пациентом, когда он готов на это, то происходит очень хороший результат. Третий класс. Межземной сосочек утрачен выше, чем цементно-эмалевое соединение в стебулярной стороне. Ну, я, честно говоря, ультрированно, конечно, так нарисовала. Но такое, в общем, плюс-минус тоже бывает. Какими методами можно аугментировать межземные сосочки? И, честно, самый золотой стандарт – это свободный ясневозепитализированный трансплантант с бугра или сняба. Методы все они заточены на расщепление, тоннелирование в этой области, расщепление с тоннелированием. Нам нужно создать объем, чуть-чуть переместить его коронально, мобилизовать для того, чтобы коронально была нужна возможность перемещения. И установить туда свободный ясневозепитализированный трансплантант таким образом, чтобы он нам дал рост. Мы вчера говорили про эти ростки эпители. Это вот тот клинический случай, в котором нам нужно, чтобы они остались на эпителизированной поверхности трансплантата. Давайте поставим диагноз. Такое мета-состояние почти третье. Вот еще чуть-чуть. Это только этот. А здесь. А вот это истинный второй. Потому что контактный процесс аппроксимальной поверхности мы уже визуализируем. Цез вестибулярной поверхности мы пока не видим. Здесь будет проведена реконструкция двух сосыщиков. Ко мне обратилась пациентка. Ей устраняли рецессию Десны. В течение двух месяцев ей провели три операции. Пытались, в общем, как-то решить эту историю. Доктор, я так понимаю, было очень неудобно, что у нее все ничего не получилось. И пациентка попала ко мне. Из благоприятных бонусов. Она не нашей фенотипии. Крупная такая жизнерадостная, дородная барышня. С хорошим биотипом. Хорошо питающаяся. В общем, у нее все на самом деле сосудисто. С ней все в порядке. Здесь первичная утрата. Это, понятно, нейтрогенного уже характера. А первично она обратилась с убылью сосочка по первому классу. К парадонтологу, которая ей сделала хередаж, я так догадываюсь, ну, по ее слову. Что-то подхожее какую-то. Потому что ей показалось, что это решит проблему. Ну и дальше пошла по накатанной истории. Это измерение, в общем, традиционное, как всегда, мы записали, как-то парадонтальное. Тоннелирование. И здесь я сделала вот по типу висты, да, но только получается на три зуба, потому что мне нужно было и коронально переместить. И, честно говоря, в ее биотипе можно было, в общем, любым доступным образом действовать. Потому что он вполне себе был приятный. Это измерение для забора трансплаката. Композитные швы, как в висте. Фиксация. Ушивание, крестообразное швы. Все. То же самое. Это три месяца ситуация. Посмотрите, как она видоизменилась. Здесь мы вообще полностью реконструкцию сделали. Сосочка. Все как бы вот он. И здесь мы из почти третьего класса пришли в какой? Ближе к первому он уже просто стал, конечно. И тогда будем считать, что все-таки здесь был третий. Потому что это разница. Мы провели еще одну операцию. Уже такую совсем небольшую. Мы подсадили еще один трансплантат. И вот теперь ее результат. Две операции здесь получилось. А вторую операцию будет струбиться или нет? Нет. Мы спустя девять месяцев ее делали. Но это связано там как бы со всякими нашими нестыковками просто временными. Потому что я была готова ее брать через полгода. Не через три месяца. Не через три. Да, здесь дольше все-таки сосочек. Мы всегда ждем. Он же начинает небно расти всегда. И только потом, через 4-5 месяцев, вы видите вот этот медленный эпителиальный рост вестибулярный. Поэтому я ждала максимально, вот как у нее дорастет. Все уже точно, точка поставлена. Тогда мы режем следующую струб. Ну вот здесь, это ее последняя фотография. Она приходила ко мне осенью. Говорит, давайте еще доделаем. Мы ее отправились вместе с фотографиями. И сказали, что она шла и занималась своими делами более важными. Ну я считаю, например, я бы оставила вот это. Я бы уже не трогала бы. Понятно, что из той первичной ситуации выйти вот так, это достойно. И резать вот еще. Можно здесь еще опустить, здесь уже можно не трогать ни трансплантаты, ни ставить. Можно еще подпустить. Смысла. Ну там буквально вот, ну, там миллиметра полтора. Настолько. Сам вырос. Да мне тоже кажется, что он сам вырос. Я ей предложила, у нее вот это, реставрация. У нее была диастема. И ее вот таким образом закрыли. Я ей предложила, говорю, Оля, давайте вот просим терапевтам чуть-чуть просто приподнять вот эти края реставрации. Туда подделайте. И вообще будет все идеально. Но она пошла думать. Я ее уже не стала брать на операцию, отправила ее гулять. Я вас изъявил дениска, второй раз просто карманная снищена. Нет, это не карманная, это туннель. Да, да, да. Прямо по всему, по суркулярной борозде, скальпелем и небно тоже обязательно. А вы иначе не вытащите его. Это же работа в параментальном кармане, по сути. Это же работа в параментальном кармане, по сути. Спасибо. Продолжение следует...